Он мог биться 12 раундов, сохраняя силы. Это было врожденное здоровье. Еще любителям, тренируясь другими тяжеловесами в беге, никогда не сходил с дистанции и быстрее всех ее пробегал. Поэтому вымотать его в бою было практически невозможно. И конечно же он обладал пушечным ударом. Он одинаково сильно бил с обеих рук. Это история Олега Маскаева. Олег Александрович Маскаев родился 2 марта 1969 года в городе Абай, Казахстан. Мать родом из Пензы, отец из Мордовии. У Олега есть старший брат Александр, старший на 2 года. Детство двух братьев нельзя назвать легким. Оба трудились на ферме своих родителей. С ранних лет были приучены к труду и дисциплине. Процесс становления двух мужчин был неизбежно связан с драками и конфликтами. Олег был значительно крупнее своих товарищей. У него не было проблем со сверстниками. К мальчику задирались более старшие ребята. Приходилось защищать себя. Это воспитало в будущем боксеру тот самый мужской стержень, который проявится в будущем на больших рингах Америки. В начальной школе Маскаев учился неважно. Отчасти это было связано с отсутствием квалифицированных педагогов. Молодой человек пошел по пути своего отца шахтера и в возрасте 14 лет поступил в горный техникум. Олег начал серьезно относиться к учебе. На втором курсе он стал старостой группы и впервые переступил порог боксерского зала. Победы на турнирах городского и областного значения стали обыденным делом. Постепенно занятия спортом вышли на первый план. Олег с отличием закончил горный техникум. Какое-то время работал шахтером вместе с отцом. В 18 лет молодого парня призвали в армию. К тому времени Маскаев был уже достаточно известным боксером. Военкомат направил его в спортивную роту. Сначала ВВС военную часть Туркмении, а через полгода учебки в спортроту Узбекистан. В армии проявились все лучшие мужские качества Олега. Он неоднократно защищал честь подразделения на различных турнирах по боксу. Получил звание прапорщика и решил остаться на сверсрочную службу. После получения офицерского звания Маскаев вернулся домой. Занятия боксом полностью поглотили молодого человека. Олег продолжил образование и поступил в физкультурный институт на заочное отделение. Параллельно продолжалась любительская карьера. Олег стал двукратным чемпионом Азии, серебряным призером Кубка мира 1994 года. Принимал участие на чемпионате мира 1993 года, где уступил к кубинцу Роберто Балардо. На первенстве вооруженных сил СССР в полуфинальном бою Олег победил бывшего чемпиона мира Виталия Кличко. Маскаев не думал о профессиональном боксе, но судьба привела его на большие ринги Америки. 14 апреля 1993 года Олег провел свой дебютный бой на профессиональном ринге против непобежденного боксера Александра Мирошниченко, который имел рекорд 21 победу и 0 поражений. Олег нокаутировал Александра в третьем раунде. Спустя два года Олег завершил любительскую карьеру и принял решение покрыть профессиональный бокс. В начале 95-го он переехал в Америку. Олег страдал от бездарного менеджмента. Часто он выходил на бои на коротком уведомлении против заведомо более сильных соперников. После нескольких успешных боев с относительно слабыми соперниками и набив рекорд 6-0, менеджер Олега решает поставить его против экс-чемпиона Оливера Макколо. Поединок состоялся 24 февраля 1996. Атомный бык, уже тогда замеченный с психическими расстройствами, снес Олега в начальном отрезке поединка. В середине первого раунда правый Макколо залетел прямиком в челюсть. Первое поражение, первый нокаут в карьере Маскаева. За последующий год Олег набил серию из четырех побед и встретился с Дэвидом Туа. В апреле 97-го года их бой продлился до 11-го раунда. Туа имел 26 побед и 0 поражений. 22 победы одержаны нокаутом. Надо ли говорить, что репутация у него была соответствующая. Многие оппоненты проигрывали ему еще задолго до выхода на поединок. Но Олег смог провести более чем конкурентный бой. Сам Анис пытался постоянно пройти на ближнюю дистанцию, где он был опаснее больше всего. К 11-му раунду мнения судей разделились. Один отдавал победу Олегу, второй Туа. А у третьего была ничья. Но раздящий левый боковой Сам Анис поставил точку в этом противостоянии. 27 сентября 97-го Олег Москаев провел поединок в Москве против Алекса Стюарта. Известный по двум поединкам против Эвандера Холлифилда. Загорелый оппонент был нокаутирован в седьмом раунде. После чего в январе 98-го в четвертом раунде был нокаутирован Букер Уорд. Победа над сильным африканцем Корриджем Чабалалой вернула Олега в обойму тяжелого веса, который был нокаутирован в девятом раунде 9 июня 98-го. 2 октября 98-го состоялся поединок за звание чемпиона Паназиатской боксерской ассоциации против новозеландца Таакипы Тесефа, в котором Олег Москаев одержал уверенную победу нокаутом в первом раунде. Этот титул Олег Москаев успешно защитил 4 февраля 99-го в бою против Джеффа Уодена техническим нокаутом в третьем раунде и 20 мая 99-го в бою против Шейна Сатклифа техническим нокаутом в втором раунде. В ноябре 99-го Москаев встретился с Хасимом Рахманом. Рахман был восходящей звездой в тяжелом весе. Он остановился в шаге от титульного боя, уступив знаменитому терминатору Дэвиду Туо в 98-м году. Поединок с Москаевым был лишь последним или в крайнем случае предпоследним шагом перед вероятным боем с победителем реванша между Ленгсом Льюисом и Эмандером Холлифилдом, который был запланирован через неделю после поединка Хасима и Олега. Потрясающий рекорд, 31 победа, 26 нокаутов и всего одно поражение. Необходимо отметить, что бой с Туо Рахман выигрывал, но пропустил самое страшное, что есть в арсенале у Дэвида, его левый боковой. Хасим был действительно отличным боксером с длиннющими руками. Качество его прямых ударов поражало. По силе его джеб мало чем уступал удару сильнейшей правой. Перед боем Хасим хвастался, я никогда не проиграю, тем более белому. Олег Москаев ответил, я не просто белый, я русский. Победу Москаева почти никто не верил, котировки были 10 к 1 против него. Уже в первом раунде стало понятно, что у Рахмана есть все козыри и ему просто легче. Бой уступился на удобной ему дистанции. Он был быстрее Олега и заметно точнее. Уже в втором раунде Рахман начал добулять удар справа. Олег все выдержал. В начале боя он был слишком скован. Трудно боксировать с тем, кто превосходит тебя почти по всем параметрам. Москаев пошел на обострение в третьем раунде. Рисковали оба, но большему риску подвергался Олег. Казалось, Рахман уверенно прибирает бой к рукам и спокойно доведет его до победы. Однако в пятом раунде все изменилось. В концовке Москаев достал справа. Оба бойца жестко били сильнейшие руки, но Рахману было проще дотянуться до противника, используя длину своих рук. Правой на правую это самое жесткое, что может случиться в бою двух боксеров, стоящих в левосторонней стойке. В шестом раунде Россиянину наконец-то удался этот прием, но он не сумел вовремя жать кулак и Хасим выдержал. В седьмом раунде Рахман начал громить Олега с сериями ударов. Россиянин выглядел уставшим и измотанным. В восьмом раунде Москаев пошел ва-банк. Он начал сбивать соперника с позиций и пытался поставить его спиной канатом. Американец попался в эту ловушку. В одном из эпизодов Олег поймал встречное движение. Его правая врезалась в подбородок Хасима Рахмана. И он упал за канат, зацепив по ходу дела компьютерную технику и сильно повредив ногу. Это был страшный нокаут. Свержение Кинг-Конга. В зале Атлантик-Сити началась настоящая неразбериха. То и дело возникали драки и стулья летели в сторону ринга. Полиции удалось навести порядок. Историческая победа не привела Олега к заветному поясу. Он проиграл Кирку Джонсону и Ленсу Уитакеру, а затем и вовсе был нокаутирован заурядным Кори Сандерсом. Это был совсем не тот грозный Кори Сандерс, который нокаутировал Владимира Кличко, а совсем другой боксер. Проигрыш никому неизвестному бойцу сильно повлиял на отношение к самому Москаеву. После этого на нем практически все поставили крест. Олег тогда почти сломался. Его брат вспоминает, что как-то в телефонном разговоре после этих трех поражений он спросил у него, как ты себя чувствуешь? И Олег ответил, ты не поверишь, я даже боевики не могу смотреть. Страшно от вида крови этих ударов. Его команда перестала с ним работать. Тренер честно сказал, что сделать из него чемпиона не получится, и он его тренировать не будет. А менеджер еще и выставил счет 25 тысяч долларов. Сколько, по его словам, он потерял из-за Олега? Москаев рассказывает, что таких денег у него не было. Да и не собирался он платить, даже если бы и были. В результате менеджер обращается к знакомым русским бандитам в Нью-Йорке, чтобы они выбили долг из его бывшего боксера. По словам Олега, спас его тогда давний приятель, который пользовался авторитетом у местной братвы. Он запретил им его трогать. Те затем переключились на менеджера, выставив счет за беспокойство. Чем это закончилось, Олега уже мало интересовало. Его в который раз списали с счетов. Но сам Олег не сломался. Он продолжал выходить на ринг вопреки всему. Москаев полностью поменял свою команду. Его наставником стал Виктор Валя, который быстро нашел с Олегом общий язык. Менеджер Фред Кэш и промоутер Денис Раппопорт занимались планомерным продвижением российского бойца. А тренер по питанию Рустен Вэлла, специалист по физической подготовке Харрисон Скитс, помогали Валле в подготовке Олега к большим боям. С такой командой Москаев полностью реанимировал свою карьеру и одержал 12 побед подряд. В 2005 году Олег получил право на претендентский бой по версии WBC против турка Синам Шамильсана. Бой проходил в Германии на заднем дворе соперника. В упорном противостоянии Москаев одержал победу и стал главным кандидатом на титульный поединок. Ситуация в рейтинге WBC была запутана. Титульного шанса приходилось ждать почти год. И вновь в пути Рахмана и Москаева пересеклись. Спустя 7 лет изменилось очень многое, но оставался главный вопрос. Кто же сильнее? После жесткого нокаута от рук Олега Рахман совершил главный апсет 2001 года. Он отправил нокаут доминирующего чемпиона Ленокса Льюиса. Сказка Хасима длилась недолго. В следующем бою Британия взял реванш. Однако Хасим благодаря невероятной победе продолжал получать претендентские поединки. Он уступил Эвендеру Холлифилду. Затем была спорная ничья в реванше с Дэвидом Туа и поражение чемпиона по RCW Bay Джону Руису. Насколько велика была разница в менеджменте у Олега и Хасима? Москаев с огромным трудом под занавес карьеры добрался до заветного титульного боя, тогда как Рахман получил несколько шансов подряд. Поражение Руису немного отодвинуло американца в рейтингах. Он одержал ряд побед и выиграл отборочный бой у неплохого боксера Калли Миина. В следующем бою Хасим стал таки временным чемпионом мира по RCW BC. Большие имена сошли со сцены. Это позволило опытному Рахману выйти на первые роли в королевском весе. Он не испытал проблем в бою с Монте-Барреттом. Далее последовала тяжелейшая ничья с великим мастером защиты Джеймсом Тони. Ничейный результат сохранил за американцем статус чемпиона. WBC потребовала от Хасима проведения обязательной защиты, на которую Рахман согласился с огромным удовольствием. Еще бы, шанс взять с реванш за досадное поражение семилетней давности. И вновь американец был фаворитом 5 к 1. Бойцы вышли на ринг 12 августа 2006. Спустя 7 лет изменилось очень много. Боксеры постарели. Каждый прошел свой тернистый путь. Но остался неразрешенный вопрос. Кто же блин сильнее? Рахман сделал выводы из ошибок первого поединка. Он начал с жесткого джеба в область груди. В концовке первого раунда его правый удар достиг цели. Олег старался перекрыть центральную линию перчатками, закрываясь от опасных прямых ударов. Начало боя осталось за чемпионом. В третьем раунде Олег показал, что он тоже приготовил несколько сюрпризов. Его левый боковой несколько раз обрушился на защиту Хасима. Рахман был готов и потряс россиянина жестким джебом. В следующем раунде правая рука чемпиона нашла цель. Олег, как и в первом бою, оказался сложнейшей ситуацией. Но ему вновь удалось все выдержать. В пятом раунде Маскаев несколько раз точно попал левым боковым, но казался измотанным. Позже американские специалисты гадали, откуда российский боксер взял силы, если уже в пятом раунде еле стоял на ногах. Олег много раз оказывался в подобных положениях, и очень часто ему удавалось честью выбраться из опаснейшей ситуации. В шестом раунде чемпион перехватил инициативу, но в седьмом Олегу удалось проделать тот же прием, что принес ему успех в первом поединке. Удар правой на правую. В этот раз Рахман выдержал и сам ответил мощной серией. Бойцы устали, дистанция сократилась. Бой шел буквально кость в кость. В десятом раунде Маскаев едва не нокаутировал чемпиона ударом в область печени. В одиннадцатом жесткий размен продолжился. В начале заключительного раунда у чемпиона размотался скотч на перчатке. Рефери отправил его в угол для устранения проблемы. Спустя несколько секунд после возобновления боя Олег пробил неожиданную комбинацию. Правый прямой, левый прямой. Касим настолько прыгал к его левому боковому, что он в автомате немного отодвигал в сторону правое предплечье для остановки удара. Прямой левый зашел точно между перчаток. Нокдаун. Рахман встал, но вновь потерял равновесие. Он поднялся, но Олег из последних сил принялся добивать его. Ему удалось провести несколько точных ударов правой, и рефери остановил бой за несколько секунд до конца. Олег Маскаевнов победил Хасима Рахмана и стал новым чемпионом мира по RCWBC. Он потерял свой титул во второй защите против Самуэля Питера, но главное было не это. Россиянин дважды одолел одного из лучших боксеров своей эпохи. Оба раза Олег был антердогом. Оба раза находился на грани поражения, но оба раза смог переломить ход боя и победить. Поднимаясь по карьерной лестнице профессионального бокса, Олег мечтал когда-нибудь провести чемпионский бой в Москве, а чувствовать гражданином России. Мечта сбылась. Первая защита пояса состоялась в Олимпийском в конце 2006-го. А перед самим боем ему вручили паспорт Российской Федерации. Указом президента ему дали российское гражданство. Соперником был Питер Охало. Олег сохранил пояс победой и ненагласным решением. В 2007 году он должен был защищать титул в бою против Самуэля Питера, но у него разболелась спина. По его словам он не мог ходить не то что биться. Врачи диагностировали две межпозвоночные грыжи. Поединок отложили до следующего года. Поединок состоялся в 2008-м. Спина все еще болела, но Олег вышел на ринг и проиграл. Далее несколько боев и выход в 2009-м на одного из сильнейших на тот момент тяжеловесов. Ноги Агилеры. Он отправил Олега в нокаут уже в первом раунде. Причиной проигрыша Олег назвал все те же проблемы со спиной. Но кроме этого, наверное, все равно стоит учитывать разницу в возрасте. Маскаеву на тот момент было 39 лет, а Ноги 23 года. Продолжать выступать он больше не мог и на время покинул ринг. Маскаев рассказывал, что врачи предлагали ему операцию, но при этом ничего не могли гарантировать. Он не согласился. Помогли ему одни знакомые российские штангисты. В одной из поездок в Россию он поделился с ними проблемой. Они посоветовали методы лечения, которые среди них давно известны. Олег не раскрывает секрет, но говорит, что боли прошли. Через пару лет он вернулся на ринг. С 2012 по 2013 он провел несколько боев, во всех победил и ушел из бокса. Правда, официально об этом заявил только в 2019-м. Как сам признается, не объявлял, потому что надеялся на приглашение поучаствовать в том или ином поединке. Такие предложения поступали, но не устраивали его по условиям. Мало времени давали на подготовку – две недели. Олег просил два месяца как минимум. Так и не дождался в итоге достойного предложения. Олега Маскаева нельзя назвать выдающимся боксером. Это крепкий боец среднего уровня, который упорно и целенаправленно работал над собой. Чтобы, если не превзойти, то хотя бы сравниться в бойцовских навыках с лучшими профессиональными боксерами на то время. Он чаще выигрывал благодаря несгибаемому характеру и выносливости, а не хорошей технике и тактике. Сам Олег всегда говорил, что главное – это здоровье и характер. В любом случае, что бы ему не помогало, своего он добился, стал чемпионом и остался у след в истории профессионального бокса.